Дедушка Дедушка Что ты опять? Она же как буря на моей спине всё. Сахарку подсыпь. Дед? А, Дед? Это ж сколько сахару надо, а? По стране нацелуй. Вагон, наверное. А картошки? А хлеба? Это ж я один за 82 года целый состав. На, Дед, ешь. Нет, ну интересно всё-таки, а? Сколько человеку надо? Чего? Я говорю, сколько продуктов надо? Мне одному я сколько съел, а? Ой, жевать не будешь, тогда сдохнешь. Нет, Дедка, интересно жевать. Дед, ешь кашу, остынет. Ну, мне всё-таки интересно, сколько я с войны съел, а? Дед, ну мы же тебя не упрекаем за это, не так? Ну, а ты и ешь. Да дурак ты, Дедка, я не врату. Мне просто интересно. Не может человек просто так вот, чтобы есть и есть. Сколько я съел? А сколько ты выпил? Ага, ага, что ты там уже выпил, а? Глеб, я говорю просто, сколько я с вами не дед выпил. Только ты об этом и думаешь, что хочешь деда угробить? А ты обо мне так заботишься. Нет, о себе, Сергей Васильевич. Я на вашу кухонную ещё денег не собрала. Вот соберу, жрите супра глядку, сколько вам блесят. Заботила, внучка. Я вам не внучка, а вы мне не дедушка. Но за вашим емкой хожу, то уж простите, и за вами ходить буду. Нравится вам это или не нравится, Сергей Васильевич, никуда мы друг от друга не денемся. Ну-то и дело, что никуда не денемся. Чайку-то залезет. Уж нальём. Дедушка, тут ты к ней всё время цепляешься, а? Да старый я уже, меня не передел. Поел? Да, поел. Ленке скажи, каша вкусная. Я врать не буду. Хорошо. Ваш чай, Сергей Васильевич. Спасибо, Ленка. Каша вкусная. Что-нибудь ещё? Да нет, я чайком побалился, подымил. Вот, отдыхали уже, Сергей Васильевич, отдыхали. Ленка, Аня, а ты шубу носишь? Какую ещё шубу? Отродясь, у меня шубы не было. Чего отродясь? Да шубы, говорю, отродясь, не было. Ну как же, я с фронта привёз хорошую, юридичную шубу. Сергей Васильевич, ну отдыхайте, ну пожалуйста. То продали, что вы. Отдыхайте, отдыхайте. Глент, чего вы. Да про шум какую-то. Какой шум у тебя отродясь, я это не люблю. Не прощай, не надо, ну что? Ну что, что, ну как я скажу. Продали, наверное, признаться боятся. Ну уж скажи. Глент, ну неудобно как это. Тебе фиг да неудобно. Ну зима же на улице. И что? Ну а деда куда? Ничего. А деда, ремонт это быстро, три дня и сделают. Послушай, а может его к нам пока в комнату? Здрасте, Аня, как? Ну у нас, как вместе с вами. Я, значит, буду перед ним раздеваться. Он тут вот лежит, да? И потом, храпинку, нет, пусть уж у себя. Ну а ремонт же как? Я же тебе говорю, три дня быстро сделают. Там займем, пенсии, с пенсии дадим. Но у тебя же решили. Вер. Это намедленный три, забыл. Ну а Светка? О, где твоя Светка? Она же такая моя, как и твоя. Ага, сестренка твоя, так и норовительная. Я ее ворвать, знаю я ее, знаю. Она внучка, она имеет право. Ты тоже имеешь право, Светка. И если она так о нем заботится, пусть бы к себе забрала его, а? На денек хотя бы. Ладно, на денек. Хотя бы на денек. Пусть бы забрала, а? А то, видите ли, как о дедушке заботится, так она тут как тут. Я все для дедушки. Кто за ним заботится? Знаешь, что он мне за дедом дерьма вынесла? Да, за дедом, за дедом ты ломаешься. Да за квартиру ты ломаешься, а не за дедом. А вот по себе и за квартиру. За квартиру. Пусть бы она к тебе его забрала, а? Так нет. Она живет там у мужелька, значит, ни в чем не нуждается. Конечно. И по отпускам есть. Будет второй год мы можем в отпуск съездить. По отпускам? К твоей маме? В деревню? Да вот вы мне же своими отпусками сидите, и одного коровьего говна пять тонн перекидашь. Конечно. Ты перекидаешь. Ты вообще лишь герой нашел. Да, я, значит, ничего, по-твоему, не делаю, да? Делаешь? Ну, с неохотой. А я что должен твоим коровам? Под хвост целого, ассорик? Под хвост целого не надо. Но помогать ты должен. Ты зять. Да пошла ты вместе со своей мамой. Знаешь куда? Ты ж попосылальщик нашелся. Я тебе сейчас попосылаюсь. Короче, так. Иди к деду. С деньгами. Он денег даст. Не пойду. А я сказала, пойдешь. Я сказала, пойду. Я сказала, пойду. Не пойду, сказала. Я сказал, не пойду. Господи, да чтоб вы все сдохли. Да как же вы мне все надоели. Я одна сломаюсь на вас. Никакой благодарный мне от вас. Знаете, идите вы все знаете куда? Ну не плачь, нет. Ну хорошо, ну хорошо. Только не плачь. Ну схожу, я с дедом покажу. Ну хорошо. Только не плачь. Нет, не плачь. Значит так. Ты приди, скажи, дедушка. Праздник большой. Девятый мая на носу. Шестьдесят лет победы. Надо ребенок сделать. Ну придумай что-нибудь. Ну что-нибудь придумай. Придумай. Дед. А, дед? Ну чего тебе? Поговорить надо. Денег что ли? Ну сразу денег. А чего тогда? Понимаешь, дед. Ремонт мы затеваем. Подклеиться, подкраситься нужно. Ремонт это хорошо. Ленка послала. Ну почему сразу Ленка? Мы вместе посоветовались, решили. Подклей, подкрасим, чтоб чисто было. Генка, под каблуком ты удивился. Ну нет, дед. Под каблуком, под каблуком... Ну кончай. Говорю, дед. А как она тебя выдрить, этого слова упикнуть боишься? Я думал, когда твои родители погибли... Ладно, дед, достал. Погибли, погибли. Ну, воспитал ты меня, ну, воспитал. Ну, спасибо тебе за это. Спасибо. Ты не спасибка, и ты головой подумай. Ну, что мне делать? Разводиться с ней или что? Пять лет, мы уж как вместе живем. Живете, а детей нету. Толку от вашей жилелки. Ладно, дед, ладно, все. Ремонт мы затеваем. Шестьдесят лет все-таки. Это кому шестьдесят лет? Лишь восемьдесят второе. Это твоему акцу шестьдесят было. Нет, дед, шестьдесят лет победы. Скоро праздник, девятое мая. А, это хорошо. Ну и что вы затеяли? Ну, как что, подклеим, подкрасим. Ну, а потом мы вместе праздник как положим. Ну и что? Ну, мы у тебя отложим, а потом Ленка отдаст свои пенсии, доллар. Хорошо. О, и будь занимает, если так живу, отдам. Ну, что значит, ты живу, Сергей Васильевич? Ну, обижайте ей-богу. Вы же у нас герои, у нас всю войну прощает. Вы же у нас гвардеет, Сергей Васильевич. Ну, а тут лемонт. Ты сделаешься красиво, а кто рад, не будь, честненько. А пора дурить. Будет, Сергей Васильевич, будет обязательно. Все будет. Вы отдыхайте, вы отдыхайте. А нам с Генкой пора делами заняться. Вер, дай на пиво. Ну, начинайся. На пиво, на пиво. Точно на пиво? Точно. Я пару кружечек съел. Так. Смотри мне. Только недолго. Хорошо. Я скоро. Давай. Отличненько. Так. Алло. Здравствуйте. А, Виктора, можно? Это вас Елена Жигава успокоит. Да-да-да. Помните, мы с вами договаривались насчет ремонта? Да-да. Чем быстрее, тем лучше. Нет, ну, конечно, конечно. Все за насчет, естественно. Записывайте адрес. Улица Артиллеристов, 12, квартира 8. И телефон запишите на всякий случай. 53 18 432. Ну, все. Ну, войдем. Всего хорошего. Ха. Отличненько. Теперь-то я парю эту квартиру с меньшиком. А, Виктор. А, Виктор. Но это много дыха вы, на время ремонта, да? Да старая, не до лета. Или хотя бы с ремонтом подождали? Да, где ж подождали? Праздник Победы, шестьдесят лет, тебе сколько? До сорока рублей. А, да ты о ней толком ничего и не знаешь, а я ее вот этими руками... Ага, мой дед тоже так говорил. Руками, ковами, а жен как эти. А кто? Да как чуть-чуть. Это почему? А не был спутал, дед? Какой? Что было бы, если немцы победили. Ну и что? Мы бы сейчас пиво баварское имели. Вот поэтому и живем. Дурак ты уж. Сам знаю. Умным был бы. Давно бы к нему Германию махнул бы. Ну чего ж не махнул? Так ты же, дед, говорил, что я дурак. Да дурак ты не поэтому, что пиво баварское не пьешь, что в Германии тебе честь не стоит завидеть. Поэтому ты и чучер. Ай, сердит и петит. Да нет, сейчас я должен. Попался ты мне в сорок третий, мне от тебя из ППШ. Шасть и баста. А ты, дед, случайно КГБ не служил, уж больно кровожадный. КГБ не служил, а тебя бы шлепнул. Ай, не серчай, шучу я. Так он не шутит. Да не серчай. Сейчас перешать будем. Толя, помоги. Ты, дедушка, не волнуйся. Мы тебе в праздник в самый раз сделаем полноток. Красивая будет. Вот тебя тогда унесли. Это зачем? На потолок ты ведь будешь, добрыться не боишься. А, на этот случай Ленка полетел, Ленка перебила. Её спроси. Хозяйка? Ну? Дед будет у тебя полицейн есть. Ну, есть, а зачем? Потолок будем забрыться и боюсь. В шкафу, что ли? Деда. А, деда. Ну, я сейчас принесу. Тучка. Жена, внук. Заботливая. А, заботливая, заботилась. Ещё внучку не видел. Чёрная. А, да, вообще вся в сапогу. Столик, хватит. Хватит? Хватит? Нас в плане-то повесить. Сапогу соседа. Кто это? Сергей Васильевич? Ну, вы смешите меня. Ну, конечно, не сдохнёт. Он же у нас уже войну прошел. У неё вся грудь в орденах, в медалях. Правда, Сергей Васильевич? Видишь, какая сапога. Ну, а чё ж мне о вас не забудется? Мы же всё для вас. Делаем ремонт. Всё-таки ваш праздник большой. Девятое мае. Шутоплёт победы. Сергей. Черьку принеси. Опять? Эх, дедушка. Как так стежно? Крой-то не тёпло. Да, меня и не кем крыли. Крой, тело. А ты меня прости. Это за что? Что за это? Из Германии. Да ладно, крой, проехай. Ну что, не дует там? Хорошо, как купей нам. СВ. Ага, я на СВ один раз только не ездил. Я тоже пару раз ездил. А ты куда ездил? Ну туда, в эту, в Германию, по обмену опытом. Только не нам их, опыт не наш. Они так и не понадобились. А стену видел? Какую стену? Ну ту, которая Берлин растерял. Потом ещё её разрушили. А, я в Берлине только во время войны был. А потом, когда стена нет, я так и не был. А как он в Берлине во время войны? Разрушенный, горел весь, но красивый. А знамя, случайно, где ты с Кантарой подружал? Ну почему ж я? Я совсем на другом конце Берлина был. Немочек, ты, небо, старый пощупал. А, немочек щупал. Немцы дрались, как сволочи. Меня ранили, поэтому я и выжил. А вот проводница, чай. Какая ещё проводница? Так в купе посажим, чай положено. А, так и про это мы, да, действительно. Какая вода? Господи подоставить, не пройти, не проехать! Ты ж под ноги смотришь! Да ты сам под ноги смотришь! Сергей Васильевич, я вас не пошла? А, чаю принесла. Сейчас принесу. Хотя грех жаловаться, и кормят, и поят, и когда тепло с Генкой на балкон вынес. Как Генка в ног? В ног? На работе. А где ж ему ещё выйти? Ну, дедушка. Пригибайте, сейчас. Берить будем. Да погодите, видать, я же ему чаем напою. Пою, пою, пока ждём. Не дуться, нет. Да, 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 да. Ох, ол. Из-за садов что ли не срочно. — Здесь мы пок Посмотрел бы. Да спит, наверное. Не спишь, да? Эй, дедушка, ты спишь? Дедушка, отзовись. Дедушка, молчи. Ну что там опять случилось? Да спит, наверное, тихо что-то. Сергей Васильевич! Сергей Васильевич, вы что, спите? Да. Сергей Васильевич! Вы чего? Господи, Сергей Васильевич! Так же можно инфарк получить, Сергей Васильевич! Ну напугай! Боже, нельзя вставать, как вы встали, Сергей Васильевич! Так по нужде. По нужде, знаем, по нужде. Сергей Васильевич, нельзя вставать, у вас же сердце, вы же знаете, ну ей-богу, в самом деле. Напугали до смерти. Ложитесь, ложитесь. Как вы вообще встали? Степан помог. Да какой еще Степан, Сергей Васильевич? Полежите, отдыхайте. Друг мой. Сергей Васильевич, ну вам же нельзя вставать, ну вы же знаете, ну... Дед, ну ты даешь. А ну ты думаешь... Давай потолок красный, не думай. Сергей Васильевич, как вы встали? Степан помог. Друг мой, фронтовой, он в сорок четвертом погиб. Погиб? Говорите мне или что. Я вас умоляю, Сергей Васильевич, ну не вставайте больше. Упадете где-нибудь в коридоре, потом беды не берешься. Янка, ты бы мне этих, ну, как его, ну, панкерца купила, что ли, а то что как Степана не будет, что тогда? Сергей Васильевич, я вас прошу, ну, пожалуйста, ну не вставайте больше, ладно? А что так собачищем-то воняет? Так. Янка! Что, что, Ленка? Ты зараза, Лена? Да нет, Ленка, ну как я мог? Ты же знаешь, я на лестнице или на балкон выхожу. Ага. Так. Вы, значит, молитесь, да? Обижаюсь, хозяйка, ну как мы можем? Чего ж так вонять-то? Ленка, а может, сколько очки тяги? Кстати, закрою, а то еще дедушку простую скажешь. Шо ж так воняет. А теперь где вот тут? Да лежите, Сергей Васильевич, лежите. Вот тут не дует? Нет. Слава Богу. Так, значит, вы, если что, зовите меня. Понятно? Хозяйка, мы ж не видели, как мы вышли, мы ж работали. А что ты с ним панкер? Все, кликните. Ага, первый из Митчелады тоже героем стал. Заботливай. Ага, еще какие. Что, дядь, может, надо что? Да нет. Это я так сам собой. Что, дядь, а вы что здесь делаете? А, понятно, ремонт, значит, делаете. Дядь, я спрашиваю. Да спит. Где спит? Ну, он спит. Дед? Дедушка? Что они с тобой сделают? Вы что, с ума подходили? Дедушка, дорогой? С ума сошли? Что вы делаете, берем-то? Остань, деда. Остань, 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 остань. Остань, деда. Я тебе потолкаю, сейчас так потолкаю. Ты что с дедом делаешь? А не твое дело, ну, ему ремонт же на празднику. Понятно? Я поняла тебя, поняла. Про тебя, сучка, все поняла. Ты тебя на укропить хочешь, да? А квартирку себе, в кармане тебе. О, не сдала я тебе квартирку? Подумаешь? Ты лучше... Оставь квартирку, оставь деда. Да, да, да. Проговорилась грязь, когда про квартирку думаешь. Так что ж ты, если так о дедушке заботишься, и его к себе не заберешь, а? Сейчас. Я деда к себе, а ты квартирку себе накарманишь. О, а я, между прочим. Вот именно ты, между прочим. Ага, это квартира твоего брата, поняла? Это квартира моего дедушки, поняла? Твоего, да. Это квартира твоего, и я имею право. Твой брат тоже имеет право. Да, алкаш не доносный. Конечно, плюсницы. Дедушки, я старшая, я раньше рыплась. Конечно, старши, посмотри на себя, лицо печеное, взросши, как печеная, ляплова. Деревня. Что? Ты сейчас все убирает. Сучка, сучка, дедушка. Хорошо, хорошо. Я уже с того проведу. Да, я говорю, дедушка, вы издеваетесь. Вы специально его не убираете, чтобы он от ремонта, от краски легкой получен. А в него, вон, спирт сильно пыла, трезь. Будет тебе квартирка? Будет. Давай, давай. Деревня, дедушка, над литераном дрёмь. Давай. Стерва. Хо. Вот, сучка, ну приведёт же, а. Лен, Лен, чего это она? Да ничего, за участковым вылежала. Они всегда так? Всегда. Что ж ты их не воспитал? Да, видать, недовоспитывал, воспитывал, да недовоспитал. Значит так, хозяева, вы тут разберитесь со своей квартирой. Вы мне позвоните, вы приедете, все сделаете. А Папу дала адьё. Так, стоп, какое адьё? Я вам предоплату дала. Так мы ж не отказываемся, не отказываемся. Ну, в этих ваших разборках участвовать в большой мерси разнимают тут вас. Нет, спасибо. Адьё. Ты позвонишь мне, мы приедем, всё мне сделаем как надо. Всё, губай. Ну, ребята, ну погодите. Всё, звони мне. Это из-за неё, из-за неё рабочие ушли. Лен, послушай, Алис, она действительно приведёт. И что? Так что, что, Алис, мы задали. Аллергена участкового приведёт. Тогда что? Да, ты прав, 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 Генгу. Так, надо убирать. Унеси полиэтилен. И куда? Да на полтору все. Ген, о, а где Света? Зачем тебе Света? Шла Света, Сергей Васильевич, надо перейти, совсем не дремени. И что вы с тобой берёте? Это не мы берёмся, это Светка. Я только защищаю. Не уводили бы они тебе. Они шкафы привычные, так сказать. Так ты у них за мебель вроде, да? Да вроде так. Тяжёлый ты дед. А пить стало меньше. Куда уж меньше. Ага. Это не мешает. Готов мне. А тебе всё мешает. А там всё запарилось. Я не могу больше. Фух. Сергей Васильевич, вы пока здесь были, житель, а к вечеру мы вас обратно перетачиваем. Давно. Давно. Что давно? Ох. Давно я в своей персоне такого внимания не ощущал. Дед, ну зря ты так. Дедка ж старается, как лучше хочет, а ты? А что Сергей Васильевич в моё старание? Паду Сергею Васильевичу. Ха, успели, Удалкача, а? Успели. Ну вам не удастся меня дурать. Не удастся. Ну, и где твоя участковая? А повезло тебе, аферистки. А не было участкового. Ну вот, Кладдия Петровна, она свидетелем будет. Ага. Света. Ты что, каким свидетелем? А помни. Смотрите, Кладдия Петровна, вот он, дедушка. Они потолок беремен, а дедушку полиэтиленом накрыли. Представляете, куда полиэтилен дели, а? Смотрите, Кладдия Петровна, смотрите, потом подслеживаешь накрывание. Какие полиэтиленом? Света, успокойся, так же нельзя. А я упрошу, они его как мебель накрывали. Ха, здесь еще два маляра были. Вот здесь, да, они тоже подтвердят. Света, я что-то не могу понять. Объясни-то ты мне толком. Да толком, Кладдия Петровна, толком. Мой братец со своей супружницей ремонт посеял, потолок беремен, а дедушку полиэтилен как шкаф, как шкаф покопали, представляете? Вот, Света, ну нельзя-то так. Лена-то правда? Да врет она, все врет! Это я врет! Павел, ты же не нашел! Павел, ты же не нашел! Где полиэтилен, а? Где? Сейчас, Кладдия Петровна, вы думаете, не найду, а? Сейчас вы посмотрите. Я вам точно говорю, чтобы накрывали, а? Не на ту на порой. Сейчас. А, вот! Вот, Кладдия Петровна! Вот, видите, а я вам что говорила? Нашла! Погоди, Света, погоди. Кладдия Петровна, понимаете, мы дедушке празднику делаем ремонт. Ну, правильно, ремонт надо. Только при чем тут полиэтилен? Да мы им просто мебель накрывали. Видишь, Света, мебель. Мебель накрывали. Да сами глазами видно, что дедушку накрывали. А что, как вам нужно было, деда, побельку поливать, да? Ха, осозналась, Кладдия Петровна, осозналась она! Накрывала она, дырянь, накрывала! Да, накрывала, да, осозналась. И что вы так плохого? Ничего плохого там не вижу. Что, съела? Да успокойтесь же вы. Ой. Ну, послушайте, я вам тут предлагаю такой. Пока вы купли монтируете, давайте дедушку перенесем ко мне. Хотите так, Лена? Как он себя чувствует? Да не знаю я. Сергей Васильевич, пойдем ко мне. Да не у меня спрашивать надо. Он у них. Девочки, думайте, никуда он отсюда не пойдет. Это его квартира. Он останется здесь, как хозяин квартиры останется. Девочки, подумайте. Девочки, не решайте. Девочки, делайте так, чтобы дедушке было лучше. Все, до свидания. Никуда. Девочки, не уйдет. Никуда. Девочки, отсюда. И когда вы уже утиховились здесь, а? А с вашей светкой тихо трудность, Сергей Васильевич. Да, Генка! Что, что, Генка? Бери, дед, обратно понесем. Девочки, дед, обратно понесем. Девочки, дед, обратно понесем. Стакан возьми. Дед, и что, так же изглебнуться можно? Генка, Генка. Ладно, дед, поздно меня воспитывать. Поэтому и не воспитываю, что поздно. Дед, мне не говори, я запью. Дед, запивай. Дед, я валидольчиком закушу. Закусывай. Хорошо валидольчиком пахнуть не будет. Дед, посмотри, что могилы у меня. Понял? Да куда он понять. Дед, заедку поцелую. Все, дед, спокойно. Ты спи, дорогой человек. А я пойду. Надо же, прям из горлышка. А можно подумать, ты из горлышка никогда не пил. Ни разу. Только из кружки. А помнишь, когда сержант нам немецкого шнапсу пьется? Во дали, да? И где вы его тогда нашли? А когда мы немцев выбили, в землянке под нарами. Помню, считали, считали, что на этикетке написано. А ни черта не понятно. Но никто знает, что в бутылочке там. Все боялись по природе. Ну, ты один герой нашел. Ну, герой, не герой, но ты же тоже приложился. Ну, и я не без этого, конечно. Ну, еще впитло весь в тебя. Я никогда пьяницей не был. Да, шучу я, шучу. Слушай, а чего он закусывал? Да, валидолом, лекарство от сердца. Это закуска такая новая? Да нет, лекарство мое от сердца. Сколько у тебя их тут? И что ты их все глотаешь? А моего доживешь, то уже глотать будешь. Уже не буду. Извинение. Сергей Васильевич, вы с кем тут разговариваете? Да это я сам заборю. Положились бы спать, как сердце? Нормально. А, Николай, я не могу здесь спать. Я бы хочу шаг в вас. Перфект. Нормально. Ноги поправим? Сейчас поправлю. Оль, это кто? Девчонку. Господи, чей от тебя мерещится после такого денечка? Нет, Оль. Нам бы ее на передовую, вмиг бы смелая стала. Да, мало тебе, Бенсон, батя, было. Да шучу я, Зак, снова. Иди спать, дочка, а то тут героев развелось. Да шучу я, сказал же. Пой, себя не буду включить. Не надо, дверь прикрой и так оставь. Мне так спокойно. Спокойно, Сергей Анатольевич. Сережа. Что? Ты как? Все нормально, бывало и круто. Слушай, Сережа. Что? Нет, ты не подумай ничего, мне просто так интересно. Когда я погиб? И как? Говно это было, я точно не помню. Но помню, бежим в атаку. Орелка соглашенные. За Родину, за Сталина. Ты чуть впереди, справа. А потом ты споткнулся и упал. Я тебя еще споткнулся. Думал, ты раненый. Клянулся и дальше побежал. А мне это. После боя всех похоронили там же, возле деревни. Потом здесь город вырос. Местные за могилкой стали ухаживать. Пирамидку поставили. А графу все как положено. Я приезжал, поминал. А потом с этой пирамидкой история вышла. Какая история? Ну, приходят один раз с утра. А пирамидки нет. А вместо нее крест стоит здоровенный такой. Да еще красной краской выточат. Ну, а тогда же сам знаешь, ни церквей, ни крестов. А крест огромный. Мы еле пригадали праведность. А пирамидка? А пирамидку снесли. А на завтра приходят. Опять крест стоит. Они две недели в засаде сидели и думали увидеть. Кто же так крест ставит? И что, поймали? Да нет, не поймали. Но только один раз рассказываю, крест засветился здесь и стал из земли выходить. Медленно над землей завис, постоял, постоял и в небо ушел. Так и исчез. Эва, да только браки это все. Конечно, браки. Сирога. Что? У тебя вода есть? У меня нет, а у Ленки есть. Наверное, она прячет где-то. А ты что, выпить хочешь? Хочу, но не один, а с тобой. Я уже лет 15, как не прикладываю. Да ты только подержишь, я с тобой чокнусь. Из-за тебя, из-за себя выберу. Сто фронтовых грант и в атаку. Ну, ежели так, посмотри там, в буфете, там, ну, выдели, там, я не еду. Что-то есть. Только вот она какая-то не по-нашему написана. Шлапс, что ли? Резкий шотланд. Второй фронт? Ага, вроде американской тушенки. Ну что ж, давай попробуем второго фронта. Стоп! Она ж на Генку подумает. Да переживет твой Генка. Где кружки? Кужеры возьми там. Там где-то в буфете должны быть. Фу, что? Кужеры, ну рюмки такие большие. Рюмки знаю. А что большие, это хорошо. Вот это, как ты нам сказал? Фу, фу. Кужеры. Кужеры, запомнил. Ну что ж, нальем по-маленькой. А закусывать чем будешь? А я как твой Генка лекарствую затушу. Как вы рационализаторы. Стахановцы, стахановцы. Ну что, давай знаешь за что? За что? Давай за победу. Кстати, когда мы победили? Весной, 9 мая 1945 года. Хорошее время мы им накостыряли. В правильное время. Именно весной надо выгонять кадр. И за эту весеннюю победу всего советского народа над немецко-фашистскими захватчиками Великой Отечественной войне мы и выпьем, Серега. Серега, помнишь? Вставай, страна огромная. Вставай на смертный бой. Мы выиграли его, Серега, этот смертный бой. Выиграли. Жаль без меня. Но выиграли. Ты за эту победу свою жизнь отдал. Так что она больше твоя, чем моя. Это наша победа, Серега. Наша. За нее мы и пьем. Словно Христос босиком по душе прошел. Хорош, зараза. Ну что, еще? Да не гони ты. Да я эту гадость, почитай, шестьдесят лет не пил. И давай знаешь, за что? За что? Давай меня помянем и всех наших хлопцев. Давай выпьем за тех ребят, которые в чужих землях лежат, чтобы наша земля всегда свободной была. Хорошо сказал. Правильно сказал. Сергей Васильевич, да вы что? Вы что, с ума сошли? Где вы это взяли? Гель-то принесло? Я ему... Сергей Васильевич, ну так же нельзя, Сергей Васильевич, ваше сердце. А тут один, ночью. Дианка, оставь бутылку. Я этим везти, между прочим, на праздник берегла, а вы, Сергей Васильевич, да? Тебе не понять. Конечно, да, мне не понять. Я же дура. Я университет, и как ваша сведка, и не заканчиваю. Да не про это я, не про это. Сергей Васильевич, ну как же вам не стыдно? Эх, такой тост испортила. Вот что у них упал, за нем какой-то собачий. Стоит мужикам налить по-маленькой, они тут как тут, и обязательно все испортят. Фу! Я бы с тобой 65 лет не виделись, а она! Эх! Да плюнь-то, Степан! Давай лучше споем. А то и дело. Давай. Льется в тесной печурке окун, а то дыряк смола, как слеза, и поет, как зеленки, как муч, про улыбку твою львуца. И чего, Серега, плачешь? Не так как-то все не по-человечески. Воспитывал, воспитывал, а оно полно как вышло. Да, Серега, укатает он тебя. Ох, укатает. Мир. Генка! Где он такой? Чем его накрыли? Да возьми что-нибудь в кладовке, без коллочки. О, а вот и шубка нашлась. Ленка, ты ее носишь? Ношу, Сергей Васильевич, ношу, отдыхается. Шуба хорошая, теплая. Куда вступаешь? А куда тут вступаешь? Туда вступаешь! Да пошел он к черту, этот обмен! Я тебя скорее пошлю, и сошелся. Шуба хорошая, теплая, да, Ленка? Да, хорошая шуба. Генка, идиот, ты еще где накрыл? Кто, Ленка? А чем его накрывать? Небесная, ты же совсем глаза заныл, ничего не видишь. Ты зачем шубу брала, Лена? Сергей Васильевич, так покрывалом-то лучше. Смотрите, какое красивое покрывало, теплое. А еще сменщики придут и покрышут. Тебе виднее. Да сменщики убери, дурак! А, приперлась картина, не ждал. О, сейчас начнется. Эй, нет. Я теперь буду присутствовать при обмене. Тем более, что я, как жилец этой квартирки, имею право комсом. Так что, если мне ваш вариант не понравится, я обмен не допишу. А моя квартира стоит долой. Учти. Учти. Учти, Леночка. Учти. Учти у всех кому. Еще учти. Чтобы мне понравилось, тебе нужно очень приставаться. А вы какую квартирку? Я не поеду. А тебя никто не приглашал. А? А? Никто тебя не приглашал. Да. 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 Что ты говоришь? Никто не приглашал. Еще можешь сказать, что я здесь не живу? А? А ты живешь у себя у мужика, и ни в чем не блуждаешь. Да. Это ты так говоришь. А вот по этим вот бумагам. Вот. По бумагам из жертвы, я проживаю здесь. И вот здесь вот она. Вот она моя прописочка. Вот. Вот она моя прописочка. Вот она моя любимая, моя дорогая. Так что я остаюсь здесь. А вы продолжайте наводить Марфель. Продолжайте пускать пыль в ладосменчикам. Слушай, Сеть. Что тебе надо? Да так. Ничего. Просто не нравится мне этот обмен. И дедушка меня очень беспокоит. Но если он тебя так беспокоит, ты здесь не устраивалась, как ты болеешь. А кто устраивает? Кто устраивает? Ведь ты же меня выгнала. А? А нечего было орать на меня? А кто орал? А кто орал? А кто орал? А кто орал? Как ты не устраиваешь? Витамины уже прориснул. Спасибо, Свет. Положи вон так. Как здоровье, дедушка? Нормально. Давление как? Под померять. Генка, дай там он давление померять деду. Под подушкой. Под подушкой? А что ты, дедушка, там он подушкой-то прячешь, а? Да так удобно, под рукой все время. Ты знаешь, отличненько. Как у космонавта. 140 на 90. Я тебе апельсинчиком почищу. Съешь? Ай, не хочу потом. Чего молчишь? С бедом поговорить нечем. Да я бы не молчу. Молчишь, молчишь. Света, я тебя прошу. Дедушка, ну я что, начинаю? Ты посмотри, что она вытворяет, когда я прихожу. Я что, не имею права сюда прийти? В конце концов, это же мой дом. Я здесь родилась, выросла, а она всерьез и командует. Света, ну ты не права. Она ж жена твоего брата, близнеца. Помнишь, дедушка, раньше такого не было. Раньше мы с Генкой дружны были всегда. Помнишь, как Женька с его дружками, Генке, нет, Генка Женьки, помнишь? Генка Женьки с дружками морды начистила за меня. Ах так хорошо очистила. Вот я и говорю, а теперь живете как кошка с собакой. И только, Светка, я тебя прошу, ну не говори ты морды, ну неприлично. Ой, дедушка, ну про эти морды очень даже прилично. Тем более, что у них на самом деле не лица, а морды. Я тебе скажу, почему теперь. Теперь Генка власть забрала. Ты у нас уже не молодой. Ты ярких не можешь, а Генка, он да совсем мянулее стал. Ты посмотри, что с ним сделается. Да нет, такого раньше не было. Он же спивается, да он же от тоски пьет. Ты с такой гадиной не только собьешься, не повесишься. Светка, ну ты не права, она ж жена твоего брата. Точно. Муж и жена одна, сатана. Ну мы вместе, Светочка, ну поверите себя. А вот об этом дедушка не проси. Ни за что, ни за какие коврижки. Потому что, потому что ты ж посмотри повнимательнее, ты ж глаза за раскрой. Она же всю квартиру оттяпать хочет. И оттяпает, по минимуме слово оттяпает, если мы сопротивляться не будем. Она же, я знаю её план, она, как многие делают, она Генку хочет по пьянке в тюрьму посадить. Потом развестись и его спорвать из квартиры. И Геночка наш останется-то без квартиры. Квартирка-то тю-тю. Я-то ладно, я-то что? А Генка, его-то жалко. Без квартиры ж останется, брат. А про меня что ж молчишь, а? Ой, про тебя, что про тебя говорить. Ты скоро уже... Дедушка, дедушка, прости. Это я отболкнула, дедушка. Прости меня, дедушка. Да, ты права, я скоро уже. Ну не говори так, дедушка, ну пожалуйста. Ну я дурак, я дурак. Ну вот, вот, ну дурак, дедушка, прости меня. Дедушка, родной твой. Жалко мне вас. Старался, воспитывал, ни в чем не отказывал. Думал, оно воно как вышло. Это не ты виноват, дедушка. А кто же? Да и так, так обстоятельства сложились, понимаешь? Звезды, манеры так сошлись. Это ж все что ж. Все свое свинство на звезды можно свалить, да? Точно. Удобная философия звезды. Главное, ко всему подходит и не требует никакого морального напряжения, а? Вот я и говорю. Ну что в этом плохого? Человечество научилось жить по-новому. Без совести, что ли? Ай, совесть. Это понятие устаревшее во всех отношениях. Это что ж, Светочка, пробовать без нравственности? Да без нравственных поступков просто не бывает в природе. Теперь мир научился жить по-новому. И теперь рамки, ограничивающие пределы нравственных понятий, значительно расширились. И люди стали понимать нравственность не как категорию, ограничивающую свободу воли, а как моральный закон, разрешающий проявление этой свободы. Что-то очень мудрено. Я понимаю, что ты в аспературу готовишь, но мне не понятно. Но это тебе, дедушка, потому непонятно, что ты живешь старыми понятиями. А вот мы на фронте. Ой, ну я тебя умоляю, дедушка. Я уважаю твою трудовую юность. Ну прости меня. Ну нельзя же жить все время в прошлом, в прошлом и в прошлом. Деточка, да у меня кроме прошлого ничего-то и не осталось. Ерунда. Будущее есть у всех. Посмотри, а как посмотреть. Для иных будущее. Это способ вернуться в прошлое. А в прошлое гораздо перспективнее будущее. А дедушка, я теперь понимаю, почему я пошла на белокон, боясь от тебя, боясь от тебя, дед. Но не самое плохое наследственность. Да это ж просто чумненькая наследственность, дедушка. А вы должны быть нам даже не просить. О, сменщики пришли. Боевой раскрас в порядке. Вперед! На баррикады! Света! Дедушка, его если крови не будет? Бесполезно. А, здравствуйте, заходите. Мы вас уже давно ждем. Проходите, проходите. Ой, ну ничего страшного. Ничего потом вытерим на улице. Да. Ничего страшного. Весна, это я, мой муж, т.е. твой муж Геннадий, дедушка там. А у вас дедушка? Да, ветеран Мэри, 82 года. И даже ОБУ. Что вы сказали? Я говорю ОБУ. А что вы имеете в виду? Вот и имею в виду ОБУ. Не обращайте внимание. Это сестра мужа. Она в гости пришла. Нет. Она не в гости пришла. Она здесь живет. Как? Вы же люди жили. Нет, понимаете, мы здесь живем, но она просто, она шутит. Нет. Она не шутит. Она здесь на правах ответственной родной внучке ответственного для следовщика и имеет право голосом. Я не понимаю. Вы же говорили, что вы втроем живете. Нет. Понимаете, она здесь прописана, но она здесь не живет. Это пока она здесь живет. Но с минуты на минуту сюда подает машина с ее вещами. И она будет здесь живет, как жила последние двадцать шесть лет. А вот, мать, она у нас уже хорошая, но мы не меняемся. Как не меняетесь? Вы же звонили. Простите. Прекратись, Белый. Ты что, вы вряд же, а? Это она перекусала. Это она. А мы здесь все остаемся. Послушайте, она просто шутит. Пойдемте, я вам лучше покажу кладовку. Света, ну прекрати. Ты же знаешь, она меня со свету живет. Ну прекрати. Я прошу тебя. Хорошо, хорошо, мямля. Сумку дай. Хорошо. Алло, Клавдия Петровна. Да это я, Света. Клавдия Петровна. Да, Клавдия Петровна. Я... Не-не-не, с дедушкой все в порядке. Я по-другому поводу. Мы, понимаете, Клавдия Петровна, мы затеяли. Жалко. Конечно жалко. Но вы же понимаете, что я у кого-то сказала. Она. Так вот, к нам пришли люди из ЖЭСа, и они будут придать шумоизоляцию. Они очень просили, чтобы вы сейчас начали сильно стучать в пол. Так минутки две. И очень сильно. Тупкой. Тупкой две минуты в пол. Сильно-сильно стучите. Для шумоизоляции. Ага. Да. Начинайте прямо сейчас. Угу. Оу, ес. Грязь сменщица. Какой? Ну, что скажете? Хорошо. Да. Ой, а что это? Знаете, у нас вообще соседи замечательные люди. Вот там в Клавдии Петровна живет пенсионерная, тихая женщина. Ума не было такого такого. Никогда такого не было. Какой-то бывало-бывало. Какой-то бывало-бывало. Какой-то такое бывало-бывало. А соседи слева? Деборширы, алкаши. У нас вообще по ночам так весело. Об этом же деборширка. Это просто какое-то видоразумение. Вы знаете, давайте я сейчас ей позвоню, уточню, что там происходит. Слушай, ростик у нас. Алло? Клавдия Петровна, здравствуйте. Да, это Елена Жеголодов. Клавдия Петровна, что у вас там происходит? Кто у вас стучит? Что? Какой жест? При чем здесь жест? Какая еще шумоизоляция? Ничего не понимаю. Клавдия Петровна, у нас никого нет. У нас лимчики пришли квартиру смотреть. Да. Что? Кто? А, Светка. Светлана говорит. Все понятно. Клавдия Петровна. Нет. Можешь стучать не надо. Света. Ты что устраиваешь, а? Ты что, хочешь собрать мне обмен? Извините, я пойду? Нет, погодите, погодите. Понимаете, это все из-за нее. Она просто хочет собрать нам обмен. И все. А я, собственно, не настаиваю. Да-да, уходите. Мы тоже не настаиваем. Нет, настаиваем. И мы будем эту квартиру за... Ген, подтверди. Подтверждаю. Ах, ты подтверждаешь, да? А не та, и Клавдия Петровна нас отопила на прошлой неделе, а? А, не нарочно. Не нарочно? А пойди, узнай, нарочно, и нет, а? А что? Все говорят. Конечно, а что вы говорили, что дед, ты женщина? А пойдемте в стройку? Хорошо. Уходите. 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 И вы, деду, плохо. Дедушка, 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 дедушка. Наконец-то холодно. Да то, дедушка. А, мам. Ой. Какие лекарства в доме? А, малютонова картина, что еще нужно? Да. Да. Да это стакан воды. Парту принеси. Скорую, срочно. Скорую, скорую. Стройку. Что я не так сделал? Да ты все так сделал, Серега. Все так. Нет, не так. Когда их родители погибли, я старался, баловал их. Оно воно как вышло. Ну, это Ленкина жена. Не тобой же воспитана. А штучка почище твоих. Штучка та штучка. А Ленка за мной живет. Два года ходит. Мама. За квартиру она ходит. А куда эта квартира денется? Все ей достанется. Ну, тут не говори. Светка, с вами, тоже имеет полное право на эту квартиру. Вот почему и никак не поделит. А бабе как нужно, чтобы все ее нужно? Баба, она делиться не любит. Я вот за месяц до войны взумился с дуру. Слава богу, на фронт ушел. А то не знает, что баба. Прибил бы ее и сел бы. Эх, тьфу, этих баб в растуде их кочи. Я помню, ты что-то рассказывал. Рассказывал, рассказывал. Только поженились, и началось. Степочка, ты б не лежал на полу. И сапоги снял бы. Вон сапожища какие грязные. А чем дальше, тем больше. Забелила дозвольц. И как-то по-особенному пили. Не подкопаешься, а до печенок достает. Степочка, мне платье надо. Я такой кривжажитик видела в военторге. Чудо какой симпатичненький. Давай купим. А я на мотоцикл давай накопил. Все размотала до копейки. Кривжажитик, перманентик, маникюрчий, туфельки там разные. И никак же не подкопаешься на нее. Степушка, мой миленький, а у кого жакетика нет? У тебя нет, у тебя нет. У тебя ничего нет. Голая ходишь. Зато ты у меня есть. Золото ты мое. Ненаглядный мой. Единственный. Вот когда она-то говорила, у меня все внутри загибало. Думал быть в виде. Но не бил, ей-богу не бил, держался. А руки так и чесались. Но сдержался. Степушка, а ты меня можешь ударить? У тебя на меня, на твою маленькую желтушку рука поднимется? Рука нет, а… Фу, ахальник. А началось все как? Как-то мы с ребятами на работе дверели. Ну, иду домой, под мудрой, вижу Макаровну соседку в нашей жизни. Свет горит, окна открыты. На столе все как надо, разложено. Музыка играет, и черт меня дернул. Я туда за стол сажусь, в доме никого нету. Ну, я сам себя наливаю, закусываю. Тут, в хату Макаровны, дочь ей отходит с дитями. Она в городе жила, там с моей в одной школе чуть ли не в одном классе учили. Заходит и говорит, а ты, мол, Степан, что здесь делаешь? А я говорю, ты, Ольга, давно не была у мамы дома и в темноте квартиры перепутала. Она такая, а-а-а, ну извини. Я говорю, да ничего, присаживайся со мной, вместе помянем. Моя-то померла, говорю. Кто меня за язык тянул? Никто. Ну, сказал же. Она в слезы. Тут Макаровна в дом забегает. Ольга Макаровна и Степушкина померла. Макаровна тоже в слезы, но ничего не помнимая. Куда? Я смотрю, пора уже ноги полносить. Домой. Потом, как она сама ей рассказала. Крику было... Ира! Алкоголик проклятый! Ты что это удумал породить еще? Ты на кого? Ты кого похоронил? Поддона! Меня похоронил! Я вот думаю. Соберешься с друзьями выпить? Чуть-чуть. Она уже сразу кричит, дарет. Убивая! Люди, помогите! Убивая! Убивая! Штура! Зам дура! Помогите! Убивая! Ну и чем все закончилось? Я ж говорю, если б не Гитлер, прибил бы ее, да и все. Ну, ты тоже не подарок. Ну, не подарок. Но согласись, выдержат такое. Трудно это степо человеческое решение. Он в космос летаем, а друг с другом, как кошка с собакой. Космос? А что это такое? А, да ты ж и не знаешь. Ну, это за пределы земного пространства на ракетах. И что там? Вакуум. Это без воздуха, что ли? Абсолютно. Я где-то читал еще до войны, что Земля крутится со скоростью 33 км в секунду. Возможно. Это ж скорость-то какая! Как нас не стрясет? Стрясет, если так жить будет. А наш первый в космос Гагарин полетел. Крепкий, видать, парень. Крепкий, только погиб он. В космосе? Да нет. Летчиком он был, испытателем. Очередной полет что-то отказал и погиб. Видать, значит, на земле опаснейший в космосе? Видать, что опаснее. Да. Земля вообще штука сложная. Степан, я прожил долгую жизнь, а вспомнился вроде и нечего. Вроде и жил-то только с 41-го по 45-го. А дальше? А дальше вроде и делал что-то. Вроде сделай там, вроде сделай так. Как китайский полванчик. Крутишься и киваешься. Вот умру я сейчас, но поплачу для привлечения. А потом квартиру начну удивить. Какое-никакое она спец. Вот ты погиб. Когда смерть какая-то осознанная была. Не смысл какой-то есть. И не потому, что пропаганда там была. За Родину, за Сталина. Нет. Потому что ты ее сам отдал. Ты подарил нам жизнь и отдал ее за всех. За друзей, за детей. За подругу. Нет. Я серьезный. Я тебе очень много должен, Степан. Да брось ты, Серега. Помнишь, как вместе ночи коротали? Как ты меня табачком угощал? Нет, Степан. Я тебе очень много должен. И спасибо тебе за то, что ты явился ко мне хоть в конце жизни. А ты знаешь, я тебя во сне видел. Как будто ты бежишь и немцев крошишь. И не ура кричишь. А поешь так радостно. Серега, давай старая вспомни. А это как? Иди, пацаны. Откроемся, закурим по одной. Да я не встану. Встанешь. Еще ой как встанешь. А то они тебя внушили, что ты не встанешь. Давай, вставай. Откидывай. Ну, вставай, я тебе говорю. Давай, ложи локу. Второе. Вставай. Вставай, я тебе говорю. Вставай. Видишь, встал. Значит, и идти сможешь. Иди ко мне. Иди. Твердо иди. Иди. Садись. Хорошо-то как. Как на фронте. Помнишь, как мы мечтали, когда с фронта придем, нас встречать будут? Тебя встречали? Встречали, Степан, встречали. И пели, и песни пели. Эйфория была такая. Прям. Это что такое эйфория? Ну, подъем такой душевный. Веселились все, радовались. Так классно было. А потом пришло отрепление. Жалко. Чего жалко? Да смерть моя какая-то бессмысленная. А знаешь, у меня мысль есть. Какая? Возвращайся. Куда? В настоящую жизнь. Возвращайся. В молодость свою. А это хорошая идея. Правильная идея. Нужная идея. Я так и сделал. Я вновь стал молодым. Вернулся сорок четвертый год. И мы с моим боевым другом Степаном погибли при освобождении города Минска. И теперь вы, дорогие друзья, приходите к нам на братскую могилу и приносите нам цветы. Спасибо вам за память. Аплодисменты. Спасибо вам за просмотр. Продолжение следует... Продолжение следует...